Ну с парковками история такая, шоркаются очень часто водители, то есть я сам вчера притер автомобиль, сегодня с утра ездил по страховым. Мы бы хотели, чтобы в нашем жилом комплексе среди жителей создавалась некая клубная атмосфера. Это круто, но мне этого мало, что есть еще? Планировочное решение можете посмотреть. Ну а сейчас разберем мою любимую тему планировки. Планировки, как вы сами понимаете, это конфигурация и от того, насколько она хорошо продумала, будет удобно или неудобно нам проживать в той или иной квартире. Я вот несколько скачал к себе на компьютер для того, чтобы их рассмотреть. Сейчас мы это сделаем вместе с вами. Итак, первая квартира трехкомнатная, 82 метра. И здесь основные проблемы, которые я вижу. Первая это прихожая. Как только мы попадаем в прихожую, мы сразу же столкнулись с проблемой номер один. Это катастрофически мало пространства, потому что расстояние между шкафом и стеной, посмотрите, остается буквально метр. А это значит микроскопическое прихожая. Если мы представим, что в трехкомнатной квартире проживает, ну, как минимум, 4 человека, а судя по этой планировке так и будет, одна детская, вторая детская и спальня, где будет 2 человека. Ну, обычно семья, все-таки это мама и папа. В общем, 4 человека. Теперь представьте, как 4 человека, зайдя в эту квартиру, будут раздеваться. Им будет очень тесно. И придется двум людям ждать снаружи, а двое будут раздеваться. И пока они разденутся, другие двое сюда не зайдут. А вторая проблема, которую я вижу, это сразу же гостевая комната, буквально слившаяся с прихожей. Иногда это неплохо, но в данной ситуации я считаю это нехорошо. Потому что, как только мы заходим в квартиру, нет никакой преграды перед глазами. Мы сразу же, как бы, взглядом простреливаем всю эту квартиру насквозь. Она еще и вытянутая, надо сказать, эта комната. Кухонный гарнитур в дальнем краю от солнечного света, а это значит, там будет всегда темно. Еще сюда вот холодильник поставили ребята, которые проектировали. А это значит, они перегородили весь солнечный свет, который мог бы хоть как-то попадать на эту рабочую поверхность. Прижатый стол к стене, это тоже плохо, я всегда об этом говорю. Микроскопический смешной диван, это детский диван. Но, судя по его размерам, это детский диванчик, на который поместятся два ребенка. Все. Видимо, для родителей здесь место уже не предусмотрено. Ну, то есть, наврали с масштабом. Это абсолютно однозначно. Дальше идет коридор, Г-образный, из которого мы попадаем в три спальни и ванную. Ванная, ну, более-менее 7 квадратных метров. Это еще ничего размер. И жилые комнаты по 12 метров и вот спальня 14. Абсолютно для меня непонятное расположение мебели. То есть, заходя в спальню, мы сразу же натыкаемся на изголовье кровати. Тут же упираемся в торец шкафа. И как бы в этом красивого ничего нет. Ребята, и вообще шкафов-то мало. Где вещи-то хранить? Где здесь хранить вещи? Ну, вот при входе, например, малюсенький шкаф. Это малюсенький шкаф. Вы посмотрите, сколько одежды у вас хранится дома. И вы поймете, что этого недостаточно. То есть, места хранения не продуманы. И если посмотреть на все планировки, которые я скачал к себе на компьютер и сейчас рассматриваю, везде проблемы одинаковые. Вот прямо сейчас, если пробежаться по всем квартирам, то какая проблема номер один сразу же во всех планировках. И неважно, трехкомнатная, четырехкомнатная или однокомнатная. Во всех этих планировках проблема следующая. Очень маленькая прихожая, микроскопическая. Вот, посмотрите. Вот я вам показываю. А, ну вот в этом варианте, кстати, такой холл получился. Ну, об этом варианте отдельно я поговорю. Вот здесь прихожая, смотрите, буква «Г» и она очень маленькая. При входе поставили шкаф, причем это даже не шкаф. Это так называемый быстрый гардероб, потому что места для шкафа просто нет. Некуда поставить. Вот к этой стене не поставить, останется маленький проход. Поставить к этой стене мы не можем, потому что тоже маленький проход остается. Остается кладовочка вот здесь, видите, кладовка, 6 квадратных метров. Ну да, кладовка. Но как шкаф, она очень маленькая и нефункциональная. Да, конечно, вы ее набьете вещами. Но это как коробочка из-под холодильника. Много ли вы туда вещей поместите и вообще удобно ли туда будет заходить? Итак, маленькие прихожие везде и невозможность поставить шкаф для верхней одежды. Вот то, что здесь нарисовано во всех этих примерах, это смешно. У всех у вас гораздо больше верхней одежды, ведь это не только шубы, это еще и обувь, шапки, сумки, ремни, это щетки для чистки обуви и много всего другого, что хранится в прихожей. Сходите и посмотрите, что у вас лежит в прихожей и вообще сколько у вас вещей, которые вы одеваете и выходите на улицу. Напишите в комментариях, так ли это или нет. Вот напишите, хватает ли вам мест хранения для верхней одежды. Я уверен, что 9 из 10, нет, даже 99 из 100 напишут, что да, не хватает места. Почему? Потому что такие планировки. Итак, мы обозначили проблему номер 1. Вторая проблема, она сидит в первой проблеме. Нету мест хранения, ну то есть шкафов банально нет. Если есть, они здесь показаны, но этого мало. Этого мало и в большинстве планировок эти шкафы, они не реального размера. Это значит, что их нет нормальных шкафов. Кухня-гостиная. Все кухни-гостиные здесь проблемы. Проблема заключается в расстановке мебели. Ну вот смотрите, первая квартира, на которой я уже подчеркался, это абсолютно маленький кухонный гарнитур. Это плохое расположение холодильника. Это стол прижатый к стене. Это нереального размера диван, который, естественно, здесь поменяется на больший размер. Вот, пожалуйста, второй вариант. Вот общее тоже пространство. Здесь есть как бы кухня, есть как бы место под стол, и есть диванная группа, напротив которой телевизор. Ну вот смотрите, как она стоит. Телевизор стоит на проходе, это неудобно, мы его будем все время цеплять. Телевизор стоит в очень узком простенке, это значит, вы поставите маленький телевизор. И такой маленький телевизор вот с такого большого расстояния смотреть, ну, понятное дело, неудобно, потому что он очень маленький, его просто банально не видно. Из-за такого расположения пришлось стол прижать к стене, причем к той стене, где, в принципе, логично, наверное, штору повесить. А как вы штору туда повесите, если у вас стол стоит? Ну, то есть это уже проблема. Да, наверное, стол неплохо было бы поставить вот сюда на кухню, увеличить сам кухонный гарнитур, но почему-то этого не сделали, не знаю почему. Ну, в общем, вот это расположение, оно, конечно, абсолютно дурацкое. Это пустует стена в том плане, что можно было бы, например, какой-нибудь комод красивый поставить, или даже телевизор сюда переставить. Я бы, на самом деле, сюда бы его и переставил, и поставил бы диван напротив, например. Кресло бы также оставил, и чтобы можно было за диваном ходить. Вот это расположение гораздо интереснее уже получится. Ну, то есть, обращайте на это внимание, в той конфигурации, в которой вам предлагается приобрести, вот так расставить, это катастрофа. Следующая квартира, 119 метров, трехкомнатная, тоже длинная вытянутая комната. Вообще непонятно, по какой логике здесь расставлена мебель, кухня, посмотрите, какая маленькая. Ну, что на этой кухне можно приготовить? Ну, вот прям реально. Трехкомнатная квартира, это три или четыре человека, а это уже приличная семья, но четыре человека на четверых нужно готовить. Что здесь на этой кухне можно приготовить? Ну, блин, это кухня для дачи, для временного проживания, там, выходного дня. Но не для каждодневной готовки на большую семью, то есть, этого явно недостаточно. А это значит, что она по-другому будет располагаться, это значит, что поедет другая мебель. Она либо уберется, либо расставится по-другому. А, скорее всего, от чего-то отказаться придется. Если вы думаете, что вы это сами спокойно поменяете, ну, а что там, комната большая, сейчас приду, да расставлю. А кажется, что нет, не получается, потому что тут выводов нет, тут окно и вдоль окна мы не можем шкаф поставить и так далее. Изначальное непродумывание, как будет стоять мебель, влечет множество проблем. Ну, вот еще одна, например, квартира, тоже здесь совершенно идиотское просто расположение мебели. Ну, вот смотрите, стоит диван напротив телевизора, телевизор перекрывает окно. Как вам такое решение? Ну, то есть, вы мало того, что к окну не подойдете, так вы еще его и не откроете, потому что его заслонили тумбой и телевизором. И я уже молчу про внешний вид, когда телевизор, вот это черное пятно перекрывает полностью окно, там, возможно, с красивыми шторами. Зачем так делать? А за тем, что по-другому, видимо, не знают, как поставить, потому что вот такая дурацкая конфигурация в виде буквы Т. В нише глубоко кухонный гарнитур, он далеко от света. Кухонный гарнитур нужно располагать как можно ближе к солнечному свету, потому что там основная происходит движуха. Мы там готовим, и там должно быть хорошо, светло, солнечно, еще и возможности в окно посмотреть. Но нет, мы делаем его подальше от окна. Понятно, что здесь стояки, это все понятно, но, ребят, изначально же можно было бы об этом подумать. Смотрите, как стол стоит, тоже абсолютно непонятное решение, то есть почему он здесь стоит. Ну, я знаю, что вам ответят в отделе продаж. Так вы когда купите, поставите как захотите, смотрите сколько места. Нет, не поставите, будет по-дурацки, потому что по-нормальному здесь не поставится. Ну, сдвинете вы его сюда, дальше что? Ну, вот смотрите, какая логистика получается. Но от этого общее пространство лучше не стало. Нужно вопрос с телевизором решать. Наверное, нужно его на эту стену поставить, диван вот сюда напротив поставить этого телевизора. Ну, в общем, как-то это все непонятно организовано. То есть я бы, конечно, это все перепланировал. Ну, и если про эту квартиру говорить, то я напоминаю вот про этот дурацкий коридор, Г-образный, прихожая, он же прихожая. Видите, тут ни шкафа поставить, ни развернуться. И ощущение, понимаете, от квартиры 120-метровой, как будто это маленькая хрущевочка, в которую мы пришли там переночевать. Нафига тогда покупать 120-метровую квартиру? Прихожая должна быть соразмерна всей квартире. Если квартира большая, то и прихожая должна быть достаточно большой. Почему она здесь небольшая? Потому что так решили проектировщики, потому что они решили больше живых площадей вам, так сказать, преподнести. Но организация из-за этого получилась дурацкой. Здесь еще и вход в санузел через прихожую, то есть грязь будете разносить. Кто сюда вообще ходить, будет непонятно. Следующая проблема в квартирах, это маленькие ванны практически во всех. Ну вот смотрите, квартира 120 метров, ванная комната 4 квадратных метров, всего 4. Есть вторая 6 метров, ну уже получше. Но первая это 4, и это плохо, это мало места. Но вот здесь следующая квартира, пожалуйста, 124 метра. Здесь есть гостевой санузел 2,5 метра. Есть вторая ванна 3,5 метра. 3,5 метра это не ванна, это санузел. И есть основная ванна 5,5 метров. Это тоже мало. А туда еще предлагают и стиральную машину поставить. Везде в этих вариантах стиральная машина стоит в ванных комнатах. Это нельзя этого делать, нельзя. Надо стиральную машину ставить отдельно, находить под нее место. Кладовая или шкаф, или что-то еще. Потому что стиральная машина занимает место и никак не украшает помещение в ванной комнате. Плюс к стиральной машине добавятся порошки, добавится корзина с грязным бельем и другие всякие штуковины, которые вы используете при стирке. Вот и прикиньте, что вся эта красота будет в ванной. Вопрос. Нафига тогда было покупать красивую плитку, если вся эта красивая плитка все равно испортится, потому что на ее фоне будет стоять этот агрегат стиральной машины с грязными майками, трусами и носками, валяющимися рядом. В общем, если подытожить про планировки, то здесь есть несколько проблем. Сейчас давайте я их перечислю. Проблема номер один. Это маленькие прихожие. Катастрофически маленькие. Как коробочка из-под холодильника, в которую все домочадцы-то не поместятся. Я уж молчу про гостей. Второе. Нерациональное использование пространства. Неправильная нарезка комнат. Третья проблема. Абсолютно неверная, неграмотная расстановка мебели и оборудования. А это первое, что нужно делать, когда вы задумываете ремонт. Я даже не про дизайн, а я даже про ремонт говорю. И этого не сделано. Четвертое. Недостаточно мест хранения. Их просто нет. Их очень мало. Ребята, мы в 21 веке живем. У каждой семьи много вещей в нынешнее время. Если вы не знали, то я вам про это напоминаю. У всех вещей много. Надо добавлять мест хранения. Пятая проблема. Маленькие ванные комнаты и отсутствие кладовой под стиралку. И это тоже большая проблема. Шестая проблема. Нету мастер спальни. Мастер спальня это когда спальня, гардероб и ванна вместе в одном помещении. В одной квартире это промелькнуло, но только в одной больше я не заметил. Может быть я конечно чего-то не заметил, но в большинстве квартир это отсутствует. Вот в этом варианте, в этом варианте вот жилая комната объединена с ванной и все. Но гардероба-то нет и это уже не мастер спальня. Но хотя бы есть ванна в спальне. Это напрямую влияет на ваш комфорт, дорогие взрослые. Потому что своя отдельная спальня, когда у нее есть своя ванна, тут же рядом и свой гардероб. Это невероятное удобство. И вспомните, если вы ездили в отеле отдыхать, и если это сделано именно так, то вы понимаете насколько это кайфово. Особенно, когда есть в квартире дети, и вам нужно место, где уединиться от детей. Ну вы понимаете о чем я говорю. В общем, итог по планировкам следующий. А планировки нужно править, исправить их можно. Поэтому... Поэтому... Что поэтому? Заказывайте перепланировки или делайте их сами. Ну а в целом, конечно, с планировками у нас беда. Ни один застройщик глубоко не продумывает логистику, расстановку. Ну все думают, что там. Мебель расставить, нефиг делать. Шкаф, стол, стул. Сейчас накидаем по-быстрому. Ну и все будет в ажуре. Нет, друзья. Если вы хотите сделать грамотную планировку, то подойдите к этому как к сценарию. Знаете, как режиссеры подходят к сценарию. Так вот мы с вами, дизайнеры, с помощью планировки пишем сценарий будущей жизни наших заказчиков. Вот так. Так вот, так вот. Вот так вот. Ни много, ни мало. Поэтому отнеситесь к этому серьезно. Что есть еще? Вот для меня минус, что парковка нет, значит, вот туда вниз сразу, ну понимаешь, да? Чтобы... Яс на первый этаж. Ну туда, в подвал. И, значит, не одевая зимнюю куртку, сел в машину, поехал. Ну окей, хорошо. Не было возможности. Там еще что-то. Там рядом парковка. В обычных домах есть обычный подъезд. Куда я зашел, там, значит, узкий коридор, лифты слева, лестница направо через переход. Больше там ничего нет. Да, и почтовые ящики еще висят. Когда я покупаю новый дом, я хочу совершенно другие условия проживания. На самом деле у нас очень крутые квартиры будут в этом жилом комплексе. Во-первых, это очень высокие потолки, они выше, чем в других жилых комплексах. Огромные окна до двух метров в высоту. То есть за счет этого в квартирах, за счет высоких потолков и огромных окон будет очень много света и воздуха в квартирах. Они все правильной формы, они все широкие. То есть это, опять же, к слову, в большом количестве воздуха в квартире. У нас огромные лоджии, они в ширину полутора метров достигают. То есть на лоджиях можно организовать не просто место для хранения, а можно какую-то функциональную зону там организовать, там, достаточно для этого места. Есть квартиры с террасами. Лоджия холодная будет? Лоджия холодная, да. Ее нужно будет дополнительно утеплять. Есть на более высоких этажах, на верхней 24-й и 25-й и 26-й лоджия будет полузастеклена. То есть это будет панорамное остекление лоджий с потрясающими, просто захватывающими дух видами на Уктузские горы, на центр города, закаты, рассветы. Это все будет доступно жителям этого жилого комплекса. Конечно, места общего пользования, они требуют какого-то особого акцента. Будет выполнить дизайнерский ремонт в эко-стиле. Мы, конечно, понимаем, что ботаника вся, ну, большая часть ботаники, она серая и бетонная, поэтому именно этим эко-стилем мы хотели бы, ну, внести какую-то зеленую там нотку в наш жилой комплекс. Будет лаунж-зона с мягкими диванами в холле. Там можно будет не просто дождаться такси, но и просто поболтать со своими соседями. Будет зона с кофейными столиками и стульями, там можно будет даже встречу какую-то деловую провести или просто пообщаться с друзьями. Будет гостевая комната гигиены, будет, ну, уже говорили про помывочную дула об животных, будет ресепшн, велосипедно-колясочная зона будет при входе, что также добавляет еще комфорта. Насколько коляска мест? Она, кстати, достаточно у нас просторная. А то я видел такие варианты, когда три коляски влезло и больше все. Нет, 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 на самом деле мы... А у вас 177 квартир. Вот 30 квадратов, вполне достойно для велосипедно-колясочной зоны. Туда и велики, и коляски, все поместится. Будет панорамное остекление в холле, причем холл и окна, они будут выходить на детскую площадку, то есть прямо сидя в холле на мягких уютных диванах можно наблюдать за тем, что происходит на детской площадке. Про службу консьержа расскажите, с чем он будет заниматься? Консьерж-сервис у нас будет, точно так же, допустим, человек будет функционально, он сможет смотреть по видеокамерам, как дети гуляют во дворе, присматривать за ними. Точно так же ему можно будет оставить какие-то посылки, либо попросить что-то сделать ему, допустим, передать что-то, ну, либо просто посидеть с ним, да поговорить. Еще у нас самое главное преимущество, это ширина от стены до стены во всех комнатах, либо 4 метра, либо 3,5 метра, стандартные новостройки строятся под 3-3,30 метра. Вытянутые, узкие, как троллейбусы, как это называют, а у нас широкие, прямоугольные комнаты. То есть у вас фишка, что комнаты не узкие, 3,5 метра, либо 4 метра ширина. Принято. Это прям огонь вообще. Да. Здесь я соглашусь полностью, потому что когда ставишь кровать в 2,80, это уже косяк. Непонятно, как протискиваться. Протискиваться различно. Да, люди хотят там еще телевизор повесить, еще что-то. Ребята, вы вообще молодцы. Жалко, что вы не захотели сниматься, вы выглядели великолепно, я вам говорю. Вот правда. Все отлично, супер. Сейчас на месте, да, посмотрим еще что-то у нас. Поднимаемся на 16-й этаж пешком. Я вам скажу, это не просто в тех домах, где потолки 3 метра. Но зато нам обещают снимок оброчительные виды. Здесь, в Калининг. Знаете, я лично не люблю приезжать туда, где я не буду желанна. Я бы уехал бы на Фучика, может быть, просто в другой дом, который там поновее стоит лучше там, чем этот, например, где там поудобнее парковки и вид получше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова